Правозащитник обвинил в сносе исторической усадьбы Барбана экс-депутата Киевсовета. К снова исторического здания усадьбы Барбана может быть причастна компания Джоас, связанная с экс-депутатом Киеврады Николаем Негрячем. Об этом сообщил правозащитник Александр Аронец в Facebook. Я выяснил, кто именно стоит за уничтожением исторического здания Барбана в Киеве. Итак, из информированных источников, а также из открытых данных о юридических лицах, мне стало известно, кто именно стоит за всем. Компания, которая ведет работы на усадьбе ООО. Информационная группа агентства столичных сообщений. Руководителем этой компании является Баженов Евгений Александрович. Баженов Евгений является также директором ООО Prime Invest Development, совладельцем которой является Негрич Николай Михайлович, то есть они бизнес-партнеры, пишет Аронец. Правозащитник также напомнил, что Николай Негрич был депутатом Киевсовета, после чего стал одним из крупнейших застройщиков Киева. Годы депутатства не прошли бесследно для Негрича, ведь сегодня его считают одним из крупнейших застройщиков Киева, по данным СМИ он и его тесть Михаил Голица, экс-начальник департамента строительства и жилищного обеспечения КГ 1996-2010 год Г, экс-директор Киевгорстры 2010-2012 год Г, а также создатель КП Житлоинвест Бутук, являются совладельцами строительной компании Геос Девелопмент, сообщил Н. Правозащитник также отметил, что по его информации, Николай Негрича видели на акции общины против сноса дома Барбана. Напомним, вчера в Киеве снесли историческую усадьбу, расположенную неподалеку Львовской площади на улице Обсерваторной, полиция открыла уголовное производство. На заседании СНБО Совета национальной безопасности и обороны приняли решение восстановить разрушенную усадьбу XIX века титулярного советника Александра Барбана в Киеве и проверить законность ее сноса.